В понедельник 22 апреля Государственный департамент США опубликовал свой доклад по вопросам прав человека за 2023 год. В докладе говорится о нарушениях прав человека в почти 200 странах и территориях за прошедший год и неоднократно упоминаются репрессии против уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане. В своем предисловии к докладу госсекретарь США Энтони Блинкин представил документацию о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека Китайской Народной Республики и сказал, что китайское правительство продолжает совершать нарушения прав человека в отношении уйгуров и других мусульманских народов в Синьцзиане, включая геноцид, преступления против человечности и принудительный труд. 23 апреля 2024 года Европейский парламент одобрил правила, запрещающие продажу, импорт и экспорт в ЕС товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Законопроект, внесенный законодателями ЕС, обеспокоенными правами человека в Китайском Восточном Туркестане и выступающими против принудительного труда уйгуров, был одобрен подавляющим большинством голосов 555 голосов за, 6 голосов были против. В блоке из 27 стран национальные власти и исполнительные комиссии смогут расследовать товары, цепочки поставок и производителей, подозреваемых в причастности к принудительному труду. Предварительные расследования должны быть завершены в течение 30 рабочих дней. Если будет установлено, что товар произведен с использованием принудительного труда, его больше нельзя будет продавать на рынке ЕС, а поставки будут останавливаться на границах. Страны ЕС должны будут приступить к реализации закона в течение трех лет. Сенат США принял закон, который заставит материнскую компанию TikTok BitDance продать платформу или подвернуться запрету. Законопроект под названием «Акт о защите американцев от практики, контролируемой иностранными противниками», который является частью большого пакета, включающего помощь Украине и Израилю, был отправлен президенту США Джо Байдену после одобрения Сенатом. Ожидается, что Байден подпишет законопроект. Когда законопроект был принят в Палате представителей США, срок реализации был установлен в 6 месяцев. Посол Китая в Оттаве Конг Пэйву, занимавший свой пост в течение шести лет, начиная с 2019 года, внезапно покинул страну. В заявлении Министерства иностранных дел Канады 21 апреля 2024 года сообщалось, что Китай пока не раскрыл подробности о внезапном отъезде посла Пэйву из страны. Канадские власти подчеркнули, что китайское посольство в Оттаве не ответило на просьбу дать комментарий по этому поводу. Стало известно, что посол Пэйву пренебрегал дипломатическими законами ради интересов Китая в течение шести лет своего пребывания в стране. Канадская газета Globe and Mail сообщила, что внезапный отъезд китайского посла из страны 9 апреля не соответствовал дипломатическим нормам. Комиссия Европейского Союза начала расследование в отношении поставок Китая медицинских изделий в страны члена ЕС. В ответ на это расследование Пекин обвинил Брюссель в том, что тот прибегает к протекционистским мерам в экономике. Объем китайского рынка медицинских изделий в 2022 году составит около 135 млрд евро, и Пекин является вторым по величине рынком в этой сфере после США. В результате расследования на повестке дня стоит вопрос об ограничении доступа Китая к тендерам ЕС на поставку медицинского оборудования. После встречи президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Мухаммеда Шия Аль Судани во дворце правительства в Багдаде было подписано 26 соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Субтитры создавал DimaTorzok